Всем привет! Сегодня я решила попробовать новую технику и показать вам некоторый процесс, а также порассуждать на тему того, почему техника этого художника, казалось бы, с виду простая, в чем-то может быть даже примитивная, стала настолько популярна в его исполнении. Более подробное видео о продажах. Некоторые анализы я дам в конце этого видео, поэтому посмотрите его до конца. А пока покажу процесс нанесения эскиза. Холст на плотной основе на доске, но качественный, то есть этот холст не прогибается, в отличие от холста на картоне, поэтому я часто предпочитаю использовать именно его для таких техник размер 30 на 50 сантиметров. Со стороны можно подумать, что это достаточно просто накладывать мазочки, что тут такого и почему эта техника, собственно, стоит недешево у этого художника. Дело в том, что, во-первых, она не такая простая, как кажется, со стороны. И здесь художник нашел свою фишку, что-то, что именно его отличает от многих других. И, собственно, своей ниши он не составляет кому-то конкуренцию, за исключением тех, кто, собственно, копирует его технику. Кстати, это видео, которое тоже вызвало некий резонанс по поводу того, что, как такое вообще может продаваться и быть востребованным. Я, кстати, ссылочку на это видео оставлю внизу, тоже посмотрите, если не видели. Но я скажу так, что, во-первых, художник попал в нужное время и показал что-то интересное аудитории и попал в точку, потому что аудитория покупателей очень хорошо восприняли это. И так часто бывает, когда человек создает какой-то интересный продукт, интересное видение, собирает команду, потому что, естественно, такие продажи — это не один магазин, там целая команда. И, собственно, во всех сферах делает все правильно, и тогда у него и пошли хорошие продажи. Безусловно, в конце этого видео я еще покажу, что там определенно есть большие вложения в рекламу. И за своей простотой эта техника выглядит эффектно. Я пишу маслом. И, кстати, у меня просто оставалась палитра, ну, такие неиспользованные краски, которые было жалко стесать. И частично я их добавляла на эту картину. Мазочки разноцветные. Какие-то поменьше, какие-то побольше. Оно мне понравилось, хотя я ее создавала дольше, чем я предполагала, потому что здесь все-таки такая достаточно кропотливая работа. Можно сказать, как мозаика, выкладывать картину. Второй момент. Как-то меня спрашивали, как в такой технике художники оставляет белый холст, так как на нем видны, как правило, все ворсинки. То есть нужно каким-то определенным лаком покрывать. Да, лаком нужно покрывать обязательно. То есть когда мы оставляем просто холст незакрашенным чем-то еще, маслом или каким-либо лаком, то естественно мы покрываем лаком дополнительно. Лаки могут быть разные, глянцевые, сатиновые и так далее. У меня это сатиновый лак. Я покрою после того, как вся картина высохнет. И кстати на такой поверхности текстурной техники высыхает быстрее, чем холст на подрамнике. Хотя здесь тоже все зависит от текстуры холста. И так как мне всегда интересно пробовать что-то новое и конечно показывать вам, то и в этой технике мне было весьма приятно и интересно работать. И результат на мой взгляд тоже получился интересным. И конечно здесь можно выразить совершенно разные идеи. И собственно текстурная техника может она уже и уходящая по востребованности. Но тем не менее, например, если мы берем Etsy, то там это все еще востребовано. То есть такие картины мазками, они имеют успех. Конечно не всегда и не везде, но тем не менее. По поводу того, как воспримут эту технику в России, мне еще сложно сказать. То есть я пока смотрю, наблюдаю. Но в подобном стиле я уже создавала работы и в некотором своем стиле. То есть добавляю что-то свое. Здесь мне все-таки захотелось по максимуму использовать похожую технику на того художника, кого мы сегодня анализируем. Как я уже сказала, художник нашел свою ноту, свое какое-то уникальное прочтение техники. И да, мы можем что-то копировать. И я показывала пример ребят, пример магазина. В одном из прошлых видео, которые, несмотря на то, что они скопировали полностью эту технику, они тоже продают хорошо. В принципе, их работы востребованы. Но тем не менее, когда художнику, автору, удается найти какую-то свою фишку, на мой взгляд, это лучше всего. И в этом можно развиваться, в этом можно показывать что-то уникальное аудитории и развиваться именно в творческом плане. То есть, на мой взгляд, для меня, например, это гораздо интереснее, чем просто копировать работы. Хотя и та, и другая сторона имеет место быть и, в принципе, можно развиваться хорошо в обоих направлениях. И так далее. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...